Одна из самых опасных дорог мира Вход женщинам запрещен Шете Гулухаидзе отрезал руку ребенку Грузия, Кавказ Тушины исповедуют христианство и язычество, языческие обычаи Тушины приняли христианство, не забыв о языческих корнях Тушетия Я отправляюсь на родину Мимино и раньше добраться в высокогорное поселение Тушетия можно было двумя путями, на вертолете или на коне, коней эксплуатировать я не хочу, на вертолет у меня денег не хватило, благо дорогу смерти, как назвал ее народ, построили в 1975 году с божьей помощью, да-да, в падающем машине атеистов нету, можно добраться на транспортном средстве Георгия Данелли и Вахтан Кикабидзе летели на вертолете Ми-2, а моим транспортом на эти три дня будет Делик Шете это историко-географическая область Грузии, которая в административном делении включена в Кахети, но Кахети такая большая, что если за нее и стоит браться, то тщательно проходя каждый угол, тем более низменную Кахети стоит посетить осенью, во время сбора урожая, а вот в Тушетии попасть можно только с мая по середину октября, потому что в остальное время года дорога закрыта из-за погодных условий. Как гласит легенда, однажды на вершине перевала Бор-Бало появилась беременная женщина, она была изгнана из своего родного села и таким образом родила трех сыновей на этом перевале. Каждый из ее сыновей скатился с холма в другую долину и образовались Тушети, Хавсурети и Пшари. Население Тушети состоит из примерно 48 самобытных деревень, а вся область Тушети исторически разделена на четыре горных сообщества. Цова, Гомецари, Пирикити и Чадва. Перед посещением Тушети обязательно придерживайтесь следующих правил. Ввоз свинины запрещен. Свинина оскорбляет горцев, так как считается, что животные нечисто и нашлет на край неприятности, беды и разгневает Бога. Скорее всего это влияние близлежащих мусульманских регионов. Присматривайтесь к табличкам. Существуют священные места, где женщинам вход запрещен. Одевайтесь тепло. Ночью температура может опускаться до 5 градусов тепла. Не подходите в пастушьим собакам. Могут порвать вас, как тузик грелку. Отправляясь в дальнюю и непростую дорогу, обратите внимание на исправность вашей машины. Запаска, домкрат, канистры с бензином и другое. Заправок и автомастерских здесь нет. Местное название часто вайнахского происхождения свидетельствует о том, что этот регион населяли в Вайнахе, то есть предки нынешних чеченцев и ингуши. Население Тушети можно представить обобщенно следующим образом. Тушины, иногда их называют чадмо-тушины и бацбийцы, то есть цово-тушины. Первые используют тушинский диалект грузинского языка, вторые – бацбийский язык, он бесписьменный. Чистокровные тушины в основном проживали в обществе гомо-цари и чакма – цово-туши в переките и цово. В самой Тушети по сравнению с низменной кахетти, а именно долиной Алазани, проживает небольшое количество тушин. И то в зимний период почти все тушины спускаются к вэму Алмании, если мы говорим о чадмо-тушинах, и зэму Алмании, если речь идет о цово-тушинах. Эти две группы людей, кроме как языка, почти ничем не отличаются. Отправной точкой всех путешественников является Омало. Село делится на верхнее Омало, находящегося на вершине крепости КСЛО, и нижнее Омало. Здесь есть электричество, мобильная связь работает. Продукты местные жители завозят самостоятельно. В магазине есть несколько портящиеся продукты, но отправляясь в тушете самостоятельно, лучше брать с собой весь провиант. Одна из самых красивых деревень Тушети – Дартфло. Она Она расположена в районе 2000 метров над уровнем моря и представляет довольно хорошо сохранившуюся совокупность исторических строений. Здесь есть и оборонительные башни с жилищными комплексами, а колдами – ритуальное и церковное строение. Однозначно особый интерес представляют средневековые башни. Все они выстроены из шиферных плит с сухой кладкой. Родовые башни представляют собой один из основных типов архитектуры Тушетия, как и в других частях Кавказа. Они могли служить жилищем или защитой, или тем и другим одновременно. Планировка была типично квадратной и симметричной, а высота башен достигала как минимум трех, но чаще четырех или пяти этажей. Стены были обычно сглажены, чтобы нельзя было лазить, и никакие деревянные части не могли торчать из башен, чтобы предотвратить возгорание. Различают два типа башен в Тушетии. В долинах Перекитии и Чагбыс, а в основном, стоят отдельно стоящие, стройные высокие башни в 5-6 этажей, увенчанные пирамидальной крышей. Этот тип башен характерен для Ингушетии, Чечни и Хевсуретии. Башни второго типа строились на более крупном фундаменте и обычно были меньше, 3-4 этажа, но более прочные. Хотя туши являются православными христианами, и православие распространилось в Тушете в 8-9 веках, их вероучение во многом синкретично со слиянием дохристианских, христианских и немного мусульманских элементов. В последнем случае под влиянием соседних общин. До появления христианства люди поклонялись различным божествам. У всех божеств есть свои, посвященные святынь, хати, по всей Тушете. В религии мифологии Тушете находятся под сильным влиянием дуализма с упором на гармонию двух противоположных начал. Это предполагает традиционное жестокое разделение ролей мужчин и женщин в тушетинском обществе. Например, нечистая женщина не имеет доступ к святыням, чтобы не осквернить священную землю. Примером являются руины церкви в Дартло или небольшая святыня возле замка Кеселову в Верхнем Омало. Но стоит отметить, что несмотря на разделение полов, в некоторых областях, все же в сельском хозяйстве, традиционно женщины и мужчины встречались во время полевых работ. Во время тушетинских игр женщины боролись с мужчинами, совместные застолья, танцы. Конечно, не касаясь друг друга, но такое символическое сочетание добра и зла, мужчины и женщины, рациональности и эмоциональности, рая и ада. По мнению тушин, генерируют энергию, которая породила этот мир, которая дает всем жизнь. Тушам день и ночь приходилось носить с собой оружие, чтобы отражать нападения кавказских разбойников. О неспокойном времени нам могут рассказать руины средневековой крепости в Дикло, которая расположилась в 4 километрах от границы с Дагестаном и в 9 километрах от границы с Чечнёй. Существует легенда, которая говорит, что однажды в этой крепости всего 16 воинов оборонялись на протяжении 18 дней против многотысячного войска Северного Кавказа. Фортпост был разрушен вторжением леков, предками лесгинов в 1837 году. В 2012 году телеканал BBC включил тушетскую дорогу в самые сложнопроходимые и опасные дороги мира. Один знакомый спрашивал у тушинов, почему вы носитесь в нетрезвом состоянии. Они отвечали, лететь в пропасть проще пьяными. Позитивно? Проезжая по тушетской дороге, мы натыкаемся на интересный памятник, которому следует уделить должное внимание. Французский романист Александр Дюма, совершив вояж по Кавказу в 1850-х годах, посвятил пару страниц в Кавказе одному храбрецу горца Тушетти Шете Гулухаидзе. Отец Шете, звядий Гулухаидзе, беднейший из тушин, поссорившись со своим дядей, убил его. Спасаясь от кровомстителей, семья Гулухаидзе переселилась в Хевсуреки. После смерти отца отчаянное положение матери вынудило ее тайно вернуться на родину, где она поселилась у своей сестры. Вскоре у мальчика не стало и матери, и он жил с теткой, которая с трудом сводила концы с концами. Парень отличался завидной силой и ловкостью, а также меткостью в стрельбе из отцовского ружья. Однако его жизнь проходила под постоянным страхом кровной мести со стороны родственников, убитого отцом человека. Кровь не смывается водой, кровь смывается кровью. То ли откровенная бедность тетки с племянником, то ли общая жалость к сироте. Но в конце концов мстители отказались исполнить свой долг на подростке и объявили ему об этом. С этого времени Шате начал свободно ходить по горам Исаклиева тетки и наполнялась мясом дичи. Он жадал большой славы и стал участвовать в набегах на соседний Дагестан. Его дом наполнялся руками, отрубленным им в качестве трофея врагов. Помимо набегов на соседний Дагестан, Шате участвовал в защите тушетских селений. И Александр Дюма писал, в числе рук принесенных Шате была одна детская. Как же она к нему попала? Лизгинские матери, чтобы заставить замолчать своих детей, говорят, вот я сейчас позову Шате. Дети со страху умолкают. Один из них более других упорный или, может быть, неверующий в Шате продолжал плакать. Это было ночью. Мать взяла ребенка и открыла окно. Шате, Шате, крикнула она, отрежь руку этому плакси. И чтобы устрашить ребенка, она высунула его за окно. Ребенок испустил отчаянный крик. Мать тотчас же заметила, что этот крик произошел от боли, а не от страха. И поэтому немедленно втащила ребенка назад. А правая рука у него была уже отрублена. Одной из почетных обязанностей воинских обычай было то, что сын не мог жениться, если не убил врага и не принес в деревню отрубленную правую руку. Хорошо, что такая традиция осталась далеко в прошлом. Валико, иди сюда, сынок. Если его где-нибудь встретишь, не убивай. Очень тебя прошу. Знаешь, какое сейчас время. Не так поймут. Самая высокогорная жила деревней в Европе. Таким статусом может похвастаться село Бочорно. В 1954 году в селе постоянно проживал 25 семей, но с 1980 года поселок перестал быть постоянно заселенным, в связи с чем потерял статус постоянного поселения. До 2014 года Бочорно была безлюдна, но после переписи населения в 2014 году статус села был восстановлен из-за единственного постоянного жителя. Село возродил Ираклий Хвидагурица. Тушетия обычно служила убежищем для людей, бегущих из других регионов от преследований или спасающихся отрядом угроз, притеснений, налогов, преступности или кровной мести. Людей, ушедших в горы, живущих вне власти и закона, ведущих партизанно-разбойничий образ жизни, называли абреками или абрагами. Принято считать, что абреком становился горец, принявший на себя обед мести вследствие горя, позора или обиды. Новоявленный абрек покидал свое родное общество и скитался предоставленный самому себе. С этого момента для него больше не существовало никаких законов и даже собственная жизнь не была для него ценой. Поэтому встреча с абреком считалась опасной как для путника, так и для солдата. К тому же абреки практически никогда не сдавались в плен, предпочитая сражаться до собственной смерти. Дата вновь вынужден скрываться. На этот раз он попадает в имение, затерянное в лесах, Саирме. Вместе со своим другом, таким же, как и он с китайцем абрагом, Моссе Занторадзе, Дата пытается вступиться за бездольных людей, всецело находящихся во власти владельца имения, ханджи и кровопийцы Сетури. Тушетская дорога Тушетская дорога работает не более 3-4 месяцев в году. В остальное время года Тушетия отрезана от цивилизации. Большая часть тушинов спускается в Алозаннскую долину, и считанные семьи зимуют в горах. В XIX веке тушетский диалект принял два слова. Кахураэби – люди, которые спускаются на зиму в Кахетинскую низменность, и Тушураэби – те, кто остаются в Тушете. В Советском Союзе правительство Грузии пыталось установить полный контроль над горскими народами Кавказа, что вылилось в насильственное переселение тушин в Низины. А Омало и другие горные селения относились как раз к разряду бесперспективных для дальнейшей жизни. Ведь как горцы будут способствовать индустриализации? И только в 60-е годы уехать в горы больше не считалось незаконным. И без помощи Эдуарда Шеварнадзе началось строительство дороги, которая окончательно соединила Омало и Кахетти в 1981 году. Эдуарда Шеварнадзе На окраинах некоторых деревень находились места, служившие для встреч старейшин, или для разрешения споров и обвинений. Древний аналог суда присяжных. Одно из таких мест было реконструировано в Дарт-Кло. На площадке, называемом Саприндао, находились и находятся 12 каменных стульев. В разных горных областях эти площадки назывались по-разному, но суть их примерно была одинакова. Смотря на Саприндао в Дарт-Кло, мне вспоминается рассказ Александра Казбеги, который называется «Хевисбери Гоча». Это печальная повесть о сыне Хевисбери, который из-за своей любви оставил пост на перевале, и, воспользовавшись оплошностью дозорного, враги проникли через перевал и полилась кровь рекой. И вот на таком собрании старейшин Хевисбери Гоча осудил своего собственного сына за предательство и убил его собственноручно. Что еще раз говорит о суровом нраве и воспитании горцев на Кавказе. Грузинский летчик Валико Мизандари, он же Мимино, что переводится с грузинского не «сокол», а «ястрик» на самом деле, по сценарию фильма родом из Шенако. Хотя некоторые сцены были сняты в Омало, но все же. Из воспоминаний Георгия Данелия. Из Омало была видна деревня Шенако со старинной маленькой церквушкой. Напрямую километра 4-5, не больше. Но между Омало и Шенако ущелье. Дом Мимино я хотела снять там. Если вы помните, фильм «Мимино» заканчивается так. Катя, Катюша, ну извините меня, пожалуйста. Я не хотел. Так получилось. Ну что сделать, чтобы меня извинять? Хотите самолеты выпекнуть? Нет, не хочу. По сценарию он и правда хотел выйти. Они же в тот момент пролетали над домом. В той сцене Валико открывает дверь и выходит. А потом съезжает по горе на пятой точке к кузнецу. Кузнец его спрашивает. Ты откуда? Нелетная погода была, вот я пешком пришел. Я тебе подковы принес, отвечает Мимино. А мне они уже не нужны. Мы заключили договор с Сан-Франциско. Они пришлют нам. А вот гвоздей нет. Ты их не привез? Нет, ты же не просил. Рассказывал Кикабидзе. Мимино уже собирается уходить, как вдруг кузнец начинает смеяться. Ты чего смеешься, спрашивает его. У тебя штаны сзади порвались. Мимино ведь с горы съехал. И на это Мимино ему отвечает. У тебя слева Казбек, справа Эльбрус, а ты на мою задницу уставился. Мимино это трагикомедия, где все-таки к Валико приходит осознание, что родная земля ему дороже заветной мечты. Как и со всей Грузии, Тушетин не является исключением. Местное население уезжает в другие края за лучшей жизнью. Но у всех, поверьте, у всех теплится в душе надежда, что они обязательно вернутся. Что уж говорить, если я, нерожденная, не выросшая здесь, скучаю по Сокартфелло не меньше самих грузин. А вы представьте, как им тяжело, тем, которые сейчас не здесь, а где-то там, в поисках лучшей жизни. Он не вернется. Сокартфелло не меньше самих грузин.